Здравствуйте, уважаемые зрители! Это снова я, это CryptoSpa, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайт CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал такое маленькое изменение за последние 24 часа. Но если посмотреть в целом на графики за последние 7 дней, видно, что идет попытка возобновления восходящего тренда. Итак, сегодня понедельник, мы начнем с графика биткоина. Соответственно, текущая цена 47804 доллара. То есть мы сегодня проанализируем график биткоина и посмотрим, если действительно возобновляется восходящий тренд. И что вообще там происходит на всех ключевых таймфреймах. Конечно, мы начнем с месячного таймфрейма. До этого я убираю лишние элементы с графика. Итак, это месячный таймфрейм. Хорошо знакомый нам график. Текущая цена 47581 доллара. Итак, в начале года мы знаем, что был сильный рост. В конце роста сформировался дочь с длинными ногами. После этого последовала коррекция. На дне коррекции сформировалось бычье поглощение. После этого в августе произошло подтверждение бычьего поглощения в качестве бычьей свечи. То есть бычий сигнал закрепился и был подтвержден. И вот она свеча за предыдущий месяц сентября. Как мы уже ее в процессе анализировали, когда она формировалась, я сказал, что на мой взгляд она приносит маленький нейтральный и маленький бычий сигнал нейтральный. Потому что медвежье тело, а бычий, потому что все равно у этой свечи вершина выше предыдущих и впадина выше предыдущих. То есть это говорит о том, что в наихудшем случае здесь будет некая консолидация. А если позитив на рынке будет возобновляться, может быть здесь практически потихонечку начнется рост. На самом деле текущий месяц находится в самом начале. Но мы сейчас имеем маленькую медвежью свечу, которая поглощает тело медвежьей свечи. То есть это бычья свеча, имея в виду вот эта маленькая бычья свеча, поглощает тело медвежьей свечи. Если в конце месяца у нас будет хотя бы такая свеча, она практически принесет маленький бычий сигнал, потому что она поглотит тело медвежьей свечи. На данный момент еще раз, на мой взгляд, здесь остается либо нейтральный, либо восходящий или бычий сигнал. Сейчас мы перейдем к уикли. Итак, недельный таймфрейм. Рост, консолидация, падение, консолидация, отскок. На вершине этого отскока, на вершине вот этой попытки возобновления тренда, восходящего, сформировалось медвежье поглощение. Мы это обсуждали. После этого сформировалось второе медвежье поглощение. Вот оно практически. Сейчас мы его нарисуем. То есть вот оно, второе медвежье поглощение. Но на прошлой неделе нарисовалось солидное бычье свеча. И она отменила вот это второе или последнее медвежье поглощение. Потому что сейчас у нас мощное бычье поглощение. Так что возобновляется позитив потихонечку. И мы сейчас на уикли имеем бычий сигнал. То есть на уикли появляется бычий сигнал. Сигнал на покупку, как говорится, потому что это подтвержденное бычье поглощение, которое отменяет предыдущее медвежье поглощение. Переходим на дневной таймфрейм. Дневной график. Первое, что хочу сказать. Мы как-то затронули вот эту потенциальную фигуру. Симметричный треугольник. То есть вот он практически потенциальный симметричный треугольник. Сейчас видно, что график пытается пройти через верхнюю границу треугольника. Если это произойдет, появится еще один позитивный или бычий сигнал или сигнал на покупку. А также давайте сейчас напомню, что этот последний отскок, который произошел сейчас, произошел от зоны вот этой вершины, вот этой вершины и вот этой вершины. Вот она практически эта линия. То есть здесь на уровне вблизи 40 тысяч долларов за одну цифровую монету есть мощная поддержка. Также давайте сейчас добавлю и две ключевые скользящие средние. Это 30 дневная и 90 дневная и месячная и трехмесячная. Посмотрим, где они сейчас находятся. Итак, вот они две скользящие средние. Первое. Видно, что приближаясь к 90 дневной скользящей средней, график получил поддержку и отскочил. Также на фоне этого отскока график перешагнул уже 30 дневную скользящую среднюю. То есть это дополнительный бычий сигнал, потому что уже цена находится выше 30 дневной скользящей средней и, конечно, они находятся выше 90 дневной скользящей средней. Так что это маленький дополнительный бычий сигнал. Мы видим, что бычие сигналы накапливаются на всех таймфреймах. Так что это хороший такой бай сигнал или сигнал на покупку, как говорится. Я сейчас что хочу сказать. На мой взгляд, вот эти две скользящие средние продолжат оказывать поддержку цене. То есть вот она 30 дневная, вот она 90 дневная. Если здесь даже в ближайшее время на более коротких таймфреймах, например, там на 4-часовом, часовом, на 30-минутном, будут некие коррекции, я предполагаю, что в этой зоне спокойно график будет получать поддержку от этих скользящих средней. Так что стоит за ними следить. Сейчас перейдем мы еще и на 4-часовой таймфрейм, потому что там много что интересного, но я уберу вот эти лишние элементы сейчас. Итак, вот он 4-часовой таймфрейм. Хорошо знакомый нам график. И я хочу напомнить, что здесь мы анализировали вот этот рост, точнее флаг. И здесь в частности нисходящий канал в виде нисходящего канала или клина, может быть, мы это обсуждали. Неважно, это фигура продолжения тренда. То есть восходящий тренд, коррекция, которая сформировала бычий флаг или эту фигуру продолжения тренда. Сейчас график сделал прорыв через верхнюю линию практически флагов и возобновил восходящий тренд. Так что и на 4-часовом таймфрейме у нас уже есть первоначальный бычий сигнал или сигнал на покупку. График вышел из флага и пытается возобновить рост. Сейчас что хочу сказать. Обращаю внимание на вот эту предыдущую вершину, точнее на этот уровень. Если сейчас график сможет перешагнуть этот уровень, вот этот уровень, вот этой вершины, вот здесь уже точно появится и дополнительный сигнал на покупку, который практически подтверждит, что скорее всего вероятность того, что возобновляется рост, увеличивается. Так что мы вблизи подтверждения еще одного маленького сигнала. Если это произойдет, это будет говорить о том, что действительно на многих таймфреймах подтверждаются вот эти потенциально разворотные сигналы, или точнее сигналы, указывающие на потенциальное возобновление восходящего тренда или роста. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все по графику биткоина. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим взглядом по графику биткоина в качестве комментариев ниже этого видео. Безусловно, я вам всем желаю отличной недели, удачи на финансовых рынках, хорошего дня, здоровья на первом месте и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был F-35.